здравствуйте мои дорогие гости зрители подписчики моего канала канала обзор на недозорно я благодарю всех тех кто подписывается на мой канал всех кто ставит мне лайки и конечно же всех тех кто пишет мне комментарии просматривает мои ролики до конца всем огромное спасибо меня более 70 процентов смотрят без подписки поэтому буду рада если вы нажмете на колокольчик и на кнопочку подписаться всем огромное спасибо вам не трудно мне приятно мы переходим к колесниковым колесниковой все возвращается на круги своем света уже слава богу дома и потихонечку она возвращается к нормальной жизни и стала с виталиной делать уроки надеюсь что все таки не только на камеру делаются уроки но и тогда когда нет прицела камеры виталина прописывает прописи какие-то буквы я так понимаю сейчас они на букве d я так понимаю что они учат до сих пор алфавит уже 2 полугодия считают по линейке примеры решают по линейке алфавит только учат прописывают буквы но не знаю будем надеяться что виталина все еще учиться в обыкновенной общеобразовательной школе не коррекционки дарина рядом естественно куда и деться там где виталина делают уроки там и дарина рядом она конечно же кричит она играется и бедный ребенок бедная эта виталина не знаю как она будет делать уроки в таком вот шуме никита света говорит посудомойку загурдил представляете вспомнили про посудомойку я уже думала что все поиграли поиграли посудомойка и забыли за не благополучно но нет не забыли про нее все нормально посудомойка работает но и никита главный по тарелочку все по-честному настя картошку чистит достаточно поздно уже не знаю уроки надо делать не надо можно уже сделал уроки только для тех кто раньше всех сделал уроки и бонус почистить картошку и света говорит надо еще чистить но латва мало и настя продолжает чистить представляете говорит света ты не забудь тебе еще надо отстирать свою мастерку или туничку что там такое у нас верит ну да и света рассказывает как это произошло почему настя надо стирать свою туничку потому что анжелика что она делала не знаю только картошку она жарила не знаю то ли что общем ее рука была жирная грязная лопатка и она этой лопаткой почему-то простите по попе дала настя естественно следует этой жирной лопаткой остался на туники и света говорит чего так сделала анжелика я не знаю то есть никаких санкций к анжелике не было применено не сказали анжелике самостоятельно постирать это тунику хотя бы не наказали каким-то другим способом нет вот анжелика такая вот и все это можно настю ругать на насти можно ездить на видали не можно есть виталина можно ругать о виталина она анжелику извините и дарину нельзя трогать жди к и дарина привлекированы член этой семьи нельзя вот такие вот они ну да ну что сделаешь? Поулыбались, поулыбались и разошлись. А Настю надо было за ту запеканку, не забуду, распекать, на чём свет стоит. И Виталина, не дай Бог, где ошиблась, всё. Уже хуже, чем сделала Виталина, уже нет ничего, по мнению Колесниковых. Очень неправильный подход к воспитанию. Очень неправильный. Я бы, конечно, заставила Анжелику стирать. Настя сейчас должна уроки ещё сделать. Я не знаю, сделала или нет. Допустим, даже если уроки она уже не должна сделать, если она их уже сделала. Картошку почистить ещё неизвестно сколько, потом ещё замочить свою тунику и выстирать её. А Анжелика наверняка уже давным-давно спит. Она пошла, сделала уроки и спать. Анжелика, кстати, не привлекается к чистке картошки и прочее. В прошлый раз, когда что было, Лёша, когда вот Света была в больнице, Лёша тоже говорит, сейчас он, мол, дети будут сами себя кормить. Сами будут готовить. Анжелика, раз вы посмотрела на всё это, говорит, у меня уроки развернулась и ушла. Анжелике снова никто замечания не сделал. Я не понимаю, почему такое отношение к этому ребёнку. Да, понятно, она переболела в детстве, но, извините, вы из неё делаете вообще непонятно кого. Хоть что-то элементарное Анжелика может сделать или не может? Может ведь. Но вы сознательно всё делаете так, чтобы, не дай бог, её не потревожить то Анжелику, не дай бог перетрудиться. Что вы, что вы. Ну, а дальше Света расчесывает Дарину и говорит, ну вот, Дарина, мол, была не чёсана, потому как девочки старшие не могут чесать так, чтобы не тянуть волосы. А я, мол, аккуратненько так расчесываю и Дарине нравится. Ну, думаю, да. Главное, чтобы Дарине нравилось. Слава богу, расчесалась и колтуна. Я уже думала, что действительно придётся вырезать куски клочья волос, потому что в такой, в таком виде голова была, Дарина, что просто без слёз не взглянешь. И Света говорит о том, что мясо было в морозилке и она его приготовила, хотела из него что-то сделать, то ли фарш, то ли, не знаю, что он там собирался сделать. Но так получилось, что срочно надо было ей в больницу ехать и она это мясо закинула в морозилку. И, конечно же, говорит, никто не умеет с мясом обращаться, никто не умеет его готовить, поэтому никто его из морозилки так и не достал. И пока нам Света это всё рассказывает, Анжелика уже стоя в своей форме школьной стала чесаться. Стала чесать что-то под грудью. Не получается у неё как надо это всё дело почесать. Тогда она снимает мастерку свою, остаётся в платье школьном и стала чесать уже так, без мастерки. Но, видно, что-то плохо почесалось, не до чесала. Она ушла в комнату, там, наверное, платье снимет и будет дальше чесать. Ну, в общем, ужас. Анжелика, то она сядет как-то так, ноги раздвинув, то она ноги закинет вообще выше головы, разляжется на диване как-то. То сейчас стала чесаться. Я не понимаю, Света монтирует, она не видит, что у неё в кадре творится. Она же видела прекрасно на монтаже, как и что это выглядит. И даже замечания и не сделала. Хорошо, Анжелике хватило ума утипом. Думаю, ну, хорошо, хоть не тут разделась, не перед нашими очами. Хоть что-то есть, не знаю, из воспитания в Анжелике. Ну, а Света с Дариной дальше на кухне. Видно, дети ушли в школу и вот они вдвоём остались. Ну, Света говорит, не торопясь и не напрягаясь, будет всё по дому делать. Я думаю, когда ты напрягалась или когда ты торопилась? Ты никогда не торопилась и никогда не напрягалась. Торопятся и напрягаются за тебя, твои дети. Лёша тоже не торопится и не напрягается. За него тоже напрягаются дети. Вот Света говорит, творожок папа купил. Можно чай с творожком попить. Вот видите, как хорошо? Замечательно. Жизнь возвращается в свою галию. Ну, а дальше Лёша сел вещать, как всегда в режиме говорящей головы. Как так? Влог без Лёши. Такого не может быть, правда? И он говорит, что он почитал комментарии по поводу его так называемого фирменного блюда. Помните, четыре в одном? Там было намешано картошка, макароны, гречка и всё это было залито яйцом. Пять штуки, по-моему, было на всё это дело. И он говорит, что многие его назвали свиньёй. Но он говорит, свиньи вы сами. Он обозвал зрителей свиньями, но он прям не так сказал, свиньи он сказал, как вы себя видите, так вы меня и называете. Вот так. С больной головы на здоровую. Ну, что сказать? Это Лёша, это его воспитание. И если он кого-нибудь не опустит за день, то считай, день прошёл зря. Не унизит, то да, Лёша будет не Лёша. Дальше он говорит нам о том, что говорил по телефону с тётей Светой. И вот эта самая тётя Света посоветовала им кур завести. У меня просто такой вопрос возникает, а сами Колесниковы не знают, что им надо и что нет? Почему они должны слушать советы чьи-то со стороны? Они же себя мнят разумными и мудрыми. Где же их разум, где их мудрость? Почему они ничего не делают без того, чтобы им кто-то подсказал бы? Просто интересно. Это все зрители дремучие, они-то умные и разумные. И вот эта тётя Света говорит, вам надо курей завести. Хотя бы 50 штук. Боже, когда он сказал 50, думал, хотя бы 5, и уже будет много. Но нет, 50 штук курей. Представляете, бедные эти дети Колесниковых, они ещё и за курами должны будут ухаживать и кормить их, и яйца собирать. Ну, короче говоря, бедные дети. Но Лёша говорит, что в этом году, мол, не получится. Для того, чтобы куры жили у них не только с весны по осенью, но ещё и зимой, им нужны условия этим курам. Поэтому, я так понимаю, будет строиться курятник. И если я правильно поняла, то не менее 50 штук будет у них. Ну, тётя Света плохого не посоветует. И нас ещё ждёт эпопея со строительством курятника. Я так думаю, что вот этим летом, которое будет снова приедет папа Лёши, и при помощи папы будет строиться сарай. Точно так же, как и строился... Ой, не сарай, а курятник. Точно так же, как и строился сарай. Сарай строил на 90% папа Лёши. А Лёша в это время непонятно где был. То ли он наверху, на втором этаже был у себя, находился, спал, или чем он там занимался, не знаю. То ли он куда-то срочно уходил из дома, он находилась, куча дел. Но он крайне редко помогал папе строить этот самый сарай. Посмотрим, что будет с курятником. И будет ли он вообще. В общем, вот так интрига. Посмотрим, что нам Каделя Колесниковой преподнесут. Ну, вот так и вот получился у меня обзор влога семьи Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и встретимся в комментариях.